Привет, друзья и подписчики моего канала. Вас приветствует Ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы. И сегодня я вам буду рассказывать, куда же подевала своих телят, которые родились у нас за последний месяц и которые родился сегодня. Ну, вы видео смотрите, понятное дело, что на следующий день. У меня еще все тот же день продолжается. Я так и не ложилась отдыхать после ночи, после родов. Телочке всего несколько часов от роду. И эта телочка уже привыкла к своим соседкам. А соседок-то и нету. Да, они здесь так неплохо резвились, игрались. У нашей малышни хороший аппетит. Она уже за сегодняшний день три раза покушала. Здоровая девка. Не устаю об этом говорить, потому что сама удивляюсь, какая же она интересная. Эту малышку, понятное дело, мы оставим здесь, потому что ей нужно еще пока вот такое тепло, чтобы не было сквозняков, не было ветра. Будем его пускать погулять иногда при солнечной погоде. Вот, она тут будет пить молочко. Я надеюсь, вскоре будет пить уже из ведерка. Вот, вот эти скобы надо сейчас скрутить. А скрутить мне их надо, потому что телочек других, Джерси и Айширку, я переселила. Так, я сейчас захожу в наш новый пригон, который еще на самом деле даже делается. Вот. Пригончик находится между, значит, между свинарником и между синяком. Да, вот так мы отгородили, можно сказать, из того, что было. Весь материал, который оставался после стройки. Крышу накрыли просто плоским шифером. Вот. Естественно, все швы будут замазаны. А решили, так сказать, сэкономить по полной программе. Потратились только, наверное, на саморезы и уголки. Ну, а вот, собственно, куда делись наши телочки. Наши телочки теперь живут под открытым небом. Ну, почти. У них здесь такой летник. Очень много воздуха. Много места для солнца. Настелили им много соломы. И там у них будет... Ну, и так же у них будет крыша над головой. И над кормушками эта крыша тоже будет. Самое интересное, что это еще пока не все. Мы сейчас еще по соседству постелимся... Постелимся. Мы постелимся туда еще козлов. Я давно мечтала сюда выселить двух наших взрослых козлов. Потому что сараи они мне там не нужны. Вместе с козами они не гуляют. И, в общем, им там плохо. И мне там с ними плохо. А так они будут тоже вот в этом летнике. Вот так это выглядит, в общем. Такой вот закуточек. Вот он. Первый готов. Первый готов. Он, наверное, в шоке. Скажет, куда это я попала. Сейчас мы тебе друга, дружбана, приведем. Да, не переживай. Так, ну и, в общем-то, вот второй прибыл. Знакомство. Знакомство. Я надеюсь, драться не будут сильно. Ой-ой-ой. Козлы-производители. Ой-ой-ой, выпендрежник-то. Я не могу. Да уж. Ну вот как-то так. Так, сейчас будет вам повыше досочка. Ну вот сейчас мы тогда, ладно, сейчас ты сделаешь до этого, а потом уже сделаем, посмотрим, как ведра будут крепиться. Ведра у нас вот так, на скобах крепятся. Их либо внутри вешать, на эти скобы, либо снаружи. Видишь, у них и так, и так дырки идут. Я, на самом деле, очень рада, что у нас так все плодотворно получилось. И за прошлый год, и этот год начался так активно. С рождением телят, с рождением козлят, с нашими постройками, с нашими нововведениями, с нашими модернизациями наших строений. Автопоилки еще заказала. Будем делать для всех, и для кос, и для коров. Будем стараться себе облегчить труд. Потому что для меня это очень важно. Вся эта нагрузка не детская, скажем так. И справляться с каждым разом все сложнее и сложнее. Задумываюсь, конечно же, о покупке какой-то техники. Но сейчас, видимо, в период такого тяжелого кризиса, который то ли грядет, то ли уже начался. Я даже не знаю. В Москве, говорят, уже начался кризис. Мы пока еще не ощущаем. У нас немножко другой род деятельности. Поэтому непонятно, сможем ли мы финансово потратиться на что-то серьезное, на какие-то покупки, какие-то стройки. Мне сейчас самое главное, на самом деле, накопить на сено. И купить сено на следующий год вовремя. И вовремя купить зерно. Но это более же к осени. Траты на это все будут колоссальные, большие. И к этому я буду готовиться в первую очередь. Вы меня спрашиваете, буду ли я продавать телят. Ну, от Джерси, конечно, телочку, я думаю, это будет неразумно продавать. Так же, как и от Айширки. Телочка, которая родилась от Ласки, я могу продать. Не очень дорого, потому что она все-таки помесная. 50% галштина фриз и Айшир. Вот. Мама у нее, конечно, даже лучше, чем сестренка. Хотя, если сестренка бы не заболела, может быть, она даже больше дала бы молока. Ласка. Ласка изначально была лучше по молоку. Вот. Посмотрим, сколько она даст сейчас вторым отелам. Так что, если есть желающие приобрести телочку от Ласки, то, пожалуйста, пишите мне вконтакте, на почту, в директ. Я все эти ссылки оставлю в описании. Вот. И вы сможете мне там написать. И мы поговорим о цене. Доставки, конечно, нет. Живем мы в Тамбовской области. Только сами приедете. Только сами сможете ее забрать. Ой, господи, я так испугалась. Я ходила, снимала ролик. Я просто... Я увидела, что у козы пузырь. Кровяной. И что-то какое-то типа... Ну, я не знаю, как вам это все объяснить. Но, в общем, как будто у козы выкидыш случился. Эти козы новые. Я испугалась. Я же не знаю, когда они точно там катиться должны. Ну, в общем, я, короче, побежала, слабя голову. Я так испугалась. Я думала, ну все, выкидыш, наверное, валяется там где-нибудь. А я даже не заметила. Вот так вот захожу. Здесь наши малявочки. Малявочки здесь. Вот. Козы сейчас на выпасе. Я прибежала сюда. Ищу, ищу. Где, господи, где он? Где он? А он живой? Он живой. Да, мое солнышко. Ты не умер. Ты не погиб. Иди, козы. Иди. Иди, радость. Иди. Это у нас сегодня, получается, отелилась корова. И окатилась коза. Боя маленькая дрожит. Мамка даже вообще никаких признаков мамы не подавала. Даже с ребенком своим не осталось. Такое ощущение, что родила и убежала. Ты, моя хорошая, ты кушать хочешь? Да, зайенька. Сейчас мы твою маму пригоним. Сейчас мы тебя покормим. Ты, моя хорошая. Дорогие друзья, вы простите. Но у меня переполняет чувство. Я вообще не знаю, как так получилось. Я, конечно, рассказывала. Так все интересно. Ролик снималась. Старалась для вас. Надеюсь, вы поставите мне много лайков. Напишите свои комментарии. Я так с таким воодушевлением рассказывала про этот новый загон. У нас сегодня был и отел. И вот, оказывается, еще и окот. Вот одна девочка родилась. Какая хорошенькая, какая сладенькая. Так что я вообще в таком шоке на самом деле. Я просто в шоке. Не шуми. Боя! 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 Вот так вот коза, кажется, может родить незаметно для хозяина. Еще и козленка спрятать. Тоже дадим напиться ей. Нашей чудесной водицы. Раствор Энермикса. Так, 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 так. Не туда, не туда. Вон туда тебе. Вон туда тебе. К своим подружкам. Все, дорогие мои друзья, на этом я точно заканчиваю свое видео. Напоследок мне еще откусили опять петличку козы. Ну, это нормально. Можно сказать, уже нормально. Спасибо всем за просмотр. Пишите, пожалуйста, свои вопросы мне в личные сообщения. Козочку буду продавать. Телочку буду продавать. Жду ваших комментариев. Жду ваших лайков. Всем пока. Всех люблю. Когда-нибудь, я надеюсь, сегодня отдохну. Я заговорила уже стихами под конец. Все, пока, 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 пока.